Привет всем любителям фрирайда! Мы с вами находимся в бутике VR Freeride и в этом видео мы вам покажем обзор самых дорогих досок и самых доступных естественно из того, что есть у нас в наличии, доски исключительно для фрирайда Начинаем мы с самой доступной доски из шести самых дорогих представленных в нашем магазине досок Это Never Summer модель Swift, ее розничная цена без скидки, а мы говорим именно про розничную цену без скидки в этом видео Ее розничная цена 53 тысячи рублей Never Summer это бренд, сделанный в Америке, то есть не в Европе, точнее не в Китае, который славится своим недорогим производством Доски сделаны в Америке и позиционируются как доски топ уровня Но, как вы дальше увидите, по сравнению с другими брендами, его цена оказалась не самой высокой Доска следующая это Jones Ultra Mind Expander Ее цена 60 тысяч рублей без каких-то копеек Почему она такая дорогая? Потому что это карбоновая доска, точнее с топ-шитом из карбона Что, в общем-то, всегда добавляло стоимость к доске Ну и, так скажем, эксклюзивность бренда Jones говорит само за себя Следующая доска это Telos Model DST Carbon Ее розничная цена 70 тысяч рублей Хоть доска сделана и в Китае, но это полностью карбоновое волокно Здесь не использовано стекла Это вообще ультрасовременная технология Здесь помимо облегченного вудкора присутствуют еще и алюминиевые, так скажем, стрингера внутри То есть это самый топовый уровень конструкции производства от китайского завода И еще раз скажу, 70 тысяч рублей Следующая доска это Rime Rime это фирма, последняя фирма режиссера Алана Который, как он утверждает, закончил с производством досок Цена этой доски 80 тысяч рублей Сейчас эти доски уже не выпускаются Но когда они выпускались, это, во-первых, тоже производство в Европе Использование самых топовых технологий Самых дорогих материалов И на тот момент доска действительно была одной из самых дорогих на рынке Теперь мы подобрались к самым дорогим доскам Представленным в нашем магазине Это бренд Moss и Gentle Stick Вот эта вот доска Moss, которая называется C3 Стоит 99 тысяч рублей Очень уникальная конструкция Плюс это ручная сборка То есть все японские доски отличаются ручной сборкой И самой тонкой подгонкой своих габаритов Самая дорогая доска у нас стоит 115 тысяч рублей И это доска Gentle Stick Speedmaster Доска для самых скоростных, самых умелых фрирайдеров Которые любят огромные скорости Тоже ручная сборка Идеальная подгонка Соответствие всех промеров Как талии, ширины носа, хвоста, пинтейла В общем, такой вот топ-6 самых дорогих сноубордов А теперь, опа, и переходим к моделям Наиболее недорогим из нашего магазина Кстати, когда мы искали эти топ-6 самых бюджетных досок для фрирайда Мы столкнулись с такой проблемой Что мы не можем найти среди недорогих досок Именно 100% фрирайдных моделей Поэтому в основном в этой нашей подборке Сейчас доски больше подходящие под понятие All Mountain Чем под чистый фрирайд Хотя, конечно, все относительно И пойдем мы теперь наоборот С самого верха Самой дорогой доской в этой нашей подборке Будет являться доска Gentle M-Stick С ценой 59 тысяч рублей То есть, до сравнения с топовой ценой 115 Это практически в два раза дешевле Хотя тот же бренд И такое же позиционирование доски Как фрирайд и All Mountain катание Следующие две доски Это LipTech Модель Dynamo И John Snowboards Модель Frontier Цена у них примерно одинаковая По 29 тысяч рублей Кстати, один момент про ту цену Которую я вам сейчас называю Это цена со скидкой То есть, это самая низкая цена Которую вы можете, наверное, на данный момент Получить за эти доски То есть, если топ самых дорогих у нас была без скидки То это со скидкой Rime Модель Unit Универсальный Twin Tip Для катания в горах Стоит у нас 30 тысяч Так скажем, Mountain Twin Tip Santa Cruz Направленная доска Рыбка Стоит у нас 25 тысяч рублей То есть, за 25 Вот эта доска, я считаю, прекрасно подходит под фрирайд Потому что это именно фрирайдная модель У нее максимально смещена назад Стойка и длинный нос с плавным загибом То есть, это вот прям 100% фрирайдная доска И самой бюджетной является доска фирмы Joint Стоит она 18 тысяч рублей Позиционируется джойнтом как доска для фрирайда Хотя является тоже таким Twin Tip Но зато самая бюджетная В общем, в этом видео мы вам показали Насколько дорогими и насколько недорогими Могут быть доски для катания в горах В целине Ну, так и по жестким трассам Практически все доски, которые мы показали В первой части и во второй Можно назвать относительно универсальными Можно кататься по разным склонам Всем привет, всем пока Всем до свидания Встретимся в горах Субтитры сделал DimaTorzok